Депутат Законодательного собрания Ульяновской области То есть мошенничество, совершенное организованной группой Либо в особо крупном размере Или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение Почему ульяновский депутат-коммунист оказался за решеткой Выясняла Уллправда История началась в 2011 году Ренат Шайдулин учредил компанию Vita Real Estate Которая занялась возведением многоэтажного дома По адресу город Дмитров, сельское поселение Гобовское, деревня Удино Дом 122А Строительство предполагалось ввести на деньги дольщиков Потому что своих у депутата просто не было Вернее, они были Но зачем тратить свои, когда Остап Бендер от КПРФ знает 400 относительно честных способов отъема денег у населения Заявив цены на квадратный метр жилья ниже, чем у порядочных застройщиков Квартиры у депутата расходились, как горячие пирожки Проблемы начались в 2013 году Как раз в тот момент, когда дом должен был быть сдан Своим дольщикам Ренат Шайдулин сообщил, что жилье почти готово и предложил заселяться, начиная делать ремонт Правда, ни через год, ни через два, ни через даже три здания так и не сделали То есть, люди вселились в квартиры дома, который построил депутат, и которого формально не существует На него даже нет техдокументации То, что началось дальше, признаться, удивило наших журналистов Настолько циничных и абсурдных историй об обманутых дольщиках мы еще не слышали С жильцами дома мы связались, чтобы не играть в сломанный телефон Разговаривали онлайн, поздно вечером Беседовать с Управдой собралась группа жителей Сдали так называемую первую секцию нашего дома Это первый подъезд у них получается Сдали в эксплуатацию, администрация подписала бумаги Без коммуникации сдали Нет, самое главное, скажи Сдали в эксплуатацию, причем на этот момент здесь не было ни воды, ни газа, ничего Не канализация Вот, я собственник То есть представьте себе ситуацию Вы вложились в жилье, ждали его несколько лет Затем вам предложили заселиться в него без инфраструктуры Неофициально, если вы не житель первого подъезда Те хоть право собственности оформить смогли Зачем это нужно было Шайдулину? А затем, чтобы продолжать обирать дольщиков Используя принцип сначала все отобрать, а потом поделить Деньги он у дольщиков отобрал Но вместо того, чтобы поделить квартиры, поделил с дольщиками долги В результате не депутат оказался должен обманутым дольщиком А не ему Коммунист проявил изобретательность во всем Например, подключился к воде от детского лагеря неподалеку Ее же и провел и как горячую, и как холодную одновременно Хотя пить такую воду, конечно, нельзя И жильцам приходится ходить к родникам Газовые котлы купил за счет самих дольщиков В результате остался формальным хозяином дома, в который кто-то вселился Но и этого ему показалось мало Шайдулин решил еще раз заработать на нелегальных жильцах и подолыске По 300-400-500 тысяч рублей За коммунальные услуги, которые он якобы предоставляет Одному из дольщиков был выставлен долг в 350 тысяч рублей За полтора года За воду, которой нет За уборку мусора За практически отсутствующую канализацию Жители пробовали избавиться от Шайдулина И выбрать добросовестную управляющую компанию Или хотя бы напрямую заключить договоры с поставщиками Но это оказалось невозможно Так как дом не сдан в эксплуатацию Здесь ни одной нормальной коммуникации нету Трансформатор не рассчитан на целый дом Нас пробки выбивает Канализация не прошла Ее надо переделать Она очень маленькая для такого дома Воды нету Вода техническая Не дай бог лагерь сейчас нам ее перекроет Мы просто останемся без воды У нас вообще никаких коммуникаций нету Вообще И как здесь жить дальше вообще И никто ничего не делает Не доделывает эти недостатки Оцените масштаб многоходовочки Дом намеренно не сдается Чтобы не передать его жильцам И они не могли назначить управляющую компанию За услуги им приходится платить По выставленным самим Шайдулиным искам Коммуникации при этом сделаны для галочки Чтобы было за что отчитаться И чтобы было чему ломаться А как все радужно выглядело в самом начале Мошенник депутат Заксобрания все таки или нет Будут разбираться компетентные органы А мы обратим внимание на его пролетарское общение с дольщиками А подобно мы признаться тоже давно не слышали Да и самое что страшное Он везде машет вот этой вот корочкой Депутата Ульяновской области То что мне на всех плевать Я делаю что хочу И ничего мне за это не будет Да в принципе так Вплоть до того что здесь Доходило дело до рукоприкладства Я супругу свою возил в милицию Я возил ее в травмпункт на снятие побоев Сразу сделали тест на алкоголь Потому что он когда вызывал в милицию Ну схватил ее за руку очень сильно Рука потом недель две болела И звонил в милицию Что пьяная гражданка Тетерина Меня здесь бьет У него воз там под два метра Метр девяносто где-то так Она его била типа А за руку ее так хорошо схватил Что и гематомы были Побои мы сняли Сразу тест на алкоголь Что трезвая была В травмпункте В городе Лобня Говорю нам результаты не как У меня есть записанные разговоры Да и в принципе есть аудиозапись Разговора вот этого Когда он вызывал милицию Когда он там Кричал весь бред На собрании дольщиков Да ну да На собрании дольщиков Тоже было с пистолетом У него оса Травматика Вытащил Начал Вытащил Окончательно попрощавшись Чувством меры Ренат Шайдулин Решил вообще выселить Своих дойных коров Из квартир Которые они же сами и купили Безумие Нет если ты депутат И у тебя хорошие адвокаты После того что он нас умолял Слезно падал на колени Нас обязали выселиться отсюда Но мы конечно никто не собирались Он написал заявление Милиционеры-то приезжали Да приехали Мы объясняли эту ситуацию По кругу Несколько раз Мы прошли прокуратуру Администрацию Прокуратуру Следственный комитет Дмитрова И Москвы И вот так все по кругу И все упиралось в то Что он якобы депутат Я не знаю как сейчас Если закрыли Наверное сняли Полномочия депутатские Они сняли Да Но Мы писали Зюганову Мы именно Делали акцент на то Каким образом Депутат Когда он занимается Своими обязанностями Прямыми Депутатскими Если он Если не вышибает деньги Из жителей Которые Проживают здесь То судится То судится Депутат Шайдулин Проводит в Подмосковье Почти все время Ходит по судам И стрижет своих дольщиков Говорят У него есть Специальное расписание судов А вот Когда он последний раз Появлялся в Ульяновске Не знает Кажется никто Наши коллеги Сумели дозвониться До Ульяновской Компартии Там сообщили Что не могут Подтвердить Или опровергнуть информацию Об аресте Их коллеги Дескать Связаться с Шайдулиным Не удается Потому что дом Повис в воздухе И мы остались Без прописки И некуда деться И вынуждены были Прописываться у детей Идти на пенсию Мужу Тоже проблемный вопрос Это что за дела Такие С малыми детьми Уже Будем говорить Раз в пять лет Проживаем в этом доме Уже Новое поколение Детки Ни в садик Ни в школу Никуда Транспортная Доступность У нас к остановке Идешь километр В судах Депутат Тоже ведет себя Своеобразно Источники Рассказывают Что его уличали И за подделкой Подписей А на одном из заседаний Он устроил Настоящее шоу Мертвые души Пришел Вместе с адвокатом Принесли доверенность Показали судье А та обратила внимание На подпись нотариуса Дело в том Что последний умер Несколько лет назад А подпись свежая Ситуацию замяли Сказали Что перепутали документы А между тем Пресс-служба Министерства Строительного комплекса Подмосковья Сообщает Что более 900 дольщиков Подмосковья Планируют Обеспечить жильем До конца 2018 года В список проблем Их домов Вероятно На переселение Попал и злополучный дом На УДИНО 122А Но стоимость квартиры Допустим Обязаны нам Вернуть Или в равнозначную А кто нам вернет Потраченные средства На ремонт Мы вложили миллион В ремонт квартиры Кто мне вернет Этот миллион Не, ну я за себя говорю Конкретно Кто мне вернет Эти деньги Я поверила Застройщику Я поверила Администрации Области Главе администрации Мы были В прокуратуре Мы всем поверили И после всего Все подняли Лапы вверх А мы остались У разбитого корыта На самом деле Дольщики перевели Шайдулину Уже более 100 миллионов рублей Куда они делись Хороший вопрос В сухом остатке Почти сотни человек Которые потеряли Колоссальные деньги Мертворожденный Жилой дом Который могут Начать расселять Сразу после Якобы Постройки Махание Ксивой Пистолетом Рукоприкладство Обман Подделка подписи И наконец Заключение Под стражу А Шайдулин Между тем Все еще Депутат Ульяновского Законодательного Собрания От КПРФ Партии Которая позиционирует Себя как единственную Политическую организацию Последовательно Отстаивающую Права людей Что же сделало Его таким Непотопляемым Почему он до сих пор Во фракции Почему молчат Партийные лидеры Почему они допустили И не предотвратили Ситуацию Почему он до сих пор Не сложил Депутатские полномочия Да Вопросов Как видите Стало еще больше Чем было в начале Люди которые рассказали Нам о своей беде Разумеется Вне политики Их история Там в Подмосковье Мы верим Закончится хорошо Но какие выводы Сделаем из нее мы Здесь В Ульяновске Неужели братья По оружию Шайдулина Не знали о том Кто он Не увидели в нем Братка из 90-х Какой мир Они хотят построить Такой же Мертворожденный Как дом Утина 122 В Подмосковье Ну это скорее Риторический вопрос Жители Ульяновска Наслышаны О представителях КПРФ Которые не стесняются Устраивать погромы В административных зданиях Срывать праздничные мероприятия Калечить и обманывать людей Редакция продолжит Следить за ситуацией А пока Немного фактов О Витариал Эстейт Это общество С ограниченной ответственностью Было зарегистрировано Как микропредприятие В 2011 году Уставной капитал 22 миллиона рублей Деньги не маленькие Но явно Недостаточные Для строительства Дома в Подмосковье Причем больше 99% Компаний принадлежат Самому Ренату Курбангалиевичу Шайдулину Одна сотая У Курбангалии Шайдулина Еще десятая Доля процента Генерального директора Дамира Сабитова В качестве ответчика Витариал Эстейт Если судить По открытым данным Не выиграли Ни одного процесса Кроме прочего Компания убыточна Три года Из шести Кстати В Москве Есть еще одна ООО Витариал Эстейт Эсет Менеджмент С уставным капиталом 10 тысяч рублей То есть минимальным Эта организация Размещает объявления На Хэт Хантер Например С таким содержанием В настоящее время ООО Витариал Эстейт Эсет Менеджмент Приступило к разработке Нового проекта Строительству Жилого комплекса Бизнес-класса Удина Парк Та самая деревня Удина Учредитель этой организации По данным 2012 года Валерий Татаров Помимо нее Учредил еще 11 организаций Большая часть ликвидирована И эсет менеджмент Была ликвидирована С туманной формулировкой Путем реорганизации В форме присоединения Правоприемницей Стал ООО Венеция Из Вологды Венеция тоже В состоянии ликвидации Замыкаем кольцо Витариал Эстейт Согласно порталу Росправосудия В 2014-2015 годах Участвовала в нескольких процессах В Вологодском районном суде По долгам Интересные цепочки Ликвидируемых И убыточных компаний В нескольких регионах Не правда ли? Разобраться Какая компания И чем занимается В реальности Решительно невозможно По крайней мере Без их учредителей Этим сейчас Похожи И занимаются Следователи Если вина Шайдулина Будет доказана Ему грозит Лишение свободы На срок До 10 лет Со штрафом В размере До 1 миллиона рублей Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин